приветствую вас дорогие мои зрители сегодня у меня очередной показ покупок на блошиных рынках и барахолках и хотел вам показать сначала свою любимую немецкую вазу постоянные зрители все уже ее знают и сегодня у меня стоят в ней вот эти прекрасные оранжевые герберы а сейчас мы перейдем с вами к показу вот возможно помните вы мою вазу эти шарики которые находила как-то на барахолке вот так вот они у меня стояли новогодние праздники это уже последняя декорация которые я оставляла до последнего чтобы показать вам каждый раз забывала вот так вот они у меня стоят в вазе на подоконнике выглядит это очень красиво ну и тут я не знаю по моему вот эту вазочку вы еще у меня не видели замечательная чехословацкая чешская стеклянная вазочка кстати она вот рядом с этой вазы которую все уже видели выглядит очень хорошо вот они родственники это сразу видно и что вот эту статуэтку по моему вы тоже меня еще не видели вот ну а вот этого мишку помните я нашла его как-то в кружке пивной у меня даже есть ролик который так и называется что было в пивной кружке вот но это просто ароматическая свеча я иногда и вечером зажигаю вот сейчас сейчас уберу шарики уже из этой вазы ну а мы с вами сейчас будем смотреть дальше мои находки на барахолке первым хочу показать вам вот такое большое и очень красивое кобальтовое блюдо очень глубокого синего цвета даже каким-то таким легким фиолетовым оттенком золотыми букетиками середине большой золотой букетик и еще три маленьких но это некое подобие мейсинских букетов только в золоте блюдо как вы видите очень большое с красивой каемкой такой рельефной выпуклой это очень этот каем очка она очень красиво на свету играет этими выпуклыми своими такими овальными зубчиками можно сказать так и золотая каем очка еще идет по краю это блюдо я купила на барахолке на последней барахолке там где я снимала свои последние ролики и получилось так что нет худо без добра после того как продавцы проворонили мой проворонили мою корзинку я вам рассказывала об этом случае наверное вы помните в качестве извинения продавщица не женщина-продавец как меня исправляли правильно в комментариях она отложила к моему приходу знаю что я приду на барахолку несколько вещей для меня я так думаю что в качестве извинения за произошедший случай и это было конечно мне очень приятно я не ожидала и хоть скидки скидки на цены мне никакие не делали но то что мне отложили несколько красивых вещей перед открытием магазина это конечно меня очень порадовало и в общем то такое извинение в меня вполне устраивало хотя конечно же они словесно тоже передо мной извинялись неоднократно за произошедшее произошедшее вот это блюдо отложили для меня и конечно же я его купила здесь стоит вот такое клеймо фирма барой тор сделано в германии написано и написано что это настоящий кобальт но я думаю что мы с вами видим что это настоящий кобальт вот такое блюдо было мной приобретено ну чуть попозже я покажу еще те несколько вещей которые отложили для меня на барахолке в том числе два чайных трио чему я тоже была очень рада и еще одно блюдо его я сейчас покажу сразу точнее это даже не блюдо а вот такая вот может и блюдо я не знаю как это назвать лучше вот я подготовила подставку которую я уже показывала посмотрим насколько это будет функционально показывать на ней ну кто-то мне написал кстати даже очень многие написали что лучше показывать вещи в руках так что посмотрим может какие-то мелкие вещи я буду показывать на этой подставке сейчас в процессе с вами посмотрим вот такая ну я не знаю конфетница сухарница фруктовница назовите как хотите это такое блюдо с углублением то есть она не плоская в него можно что-то положить может быть печенье да ну фрукт тоже можно я думаю положить вполне вот это блюдо также для меня отложили очень симпатичная прям новенькая вот эта фирма видите фарфоровая фирма отто хедрих из города райхенбах вообще эта тарелка мне очень напоминает фарфор фирмы ваймар поэтому мне вот кажется что этот фарфор именно этой фирмы 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 ваймар вообще очень многие фирмы выкупали этот фарфор в начале 90-х в конце 80-х и потом сами декорировали его и ставили свой свое клеймо поэтому я предполагаю что вот как раз это блюдо оно тоже относится к периоду конца 80-х начала 90-х и что это именно ваймаровский фарфор но а деколь вот это розочки и уже я думаю что это золото это уже было нанесено вот на той фирме которая сейчас назвала но это мои предположения вот не надо воспринимать мои слова полностью как данность я тоже ищу все свои все свои заметки о фарфоре в интернете все что вся информация которая находится в свободном доступе она также доступна и вам вы тоже можете искать и находить ту информацию которую я говорю вам мой канал не научный он развлекательный поэтому смотрим и развлекаемся и получаем заряд хорошего настроения как я надеюсь вот такое блюдо так там выглядит издалека следующую покупочку вы сейчас наверняка узнаете вы видели все эти предметы когда я их нашла на барахолке и тогда многие сомневались все ли части от этой медной кастрюльки я забрала я сама сомневалась все ли я нашла в коробке все ли там было в комплекте но когда я пришла домой и сложила этот пазл оказалось что все в комплекте я вообще думала что вот эта вот штучка что здесь должно быть еще какое-то какой-то предмет недостающий и что вот это именно крышка но дома уже я конечно же сразу разобралась что идет сначала у нас подносик медный на него ставится вот такой подсвечник на этот подсвечник одевается вот эта крышечка распределитель пламени на него ставится уже кастрюлька ну а кастрюлька естественно закрывается крышечкой вот посмотрите какая милейшая винтажная вещь в полном комплекте мне досталось вот уже в комментариях вы писали свои предположения что скорее всего эта кастрюлька для фондю я тоже так думаю вот кастрюлька кстати тяжеленькая такая она с плотными тяжелыми стенками видно что ее может быть использовали бы даже пару раз потому что здесь есть такие легкие следы но вообще состояние конечно идеальное смотрите ручки латунные здесь вот этот пимпочка на крышке тоже из латуни все такое вот есть чуть-чуть царапинки конечно но все такое знаете прям ну видно что приличное такое хорошее качество у продукта вот крышечка распределитель подсвечник для свечки таблетки и подносик из меди вот такая вот классная вещь и особенно приятно конечно же что она мне досталось в комплекте вот что вещи что части от нее от этой вещи не растерялись и вот здесь мы видим клеймо на кастрюльке здесь написано а вот так наверно лучше быть все видно здесь написано медь серебро и слова хома я думаю что это название фирмы как раз эту фирму я не знаю первый раз встречаю кружок видите в нем треугольник а на треугольнике бежит собачка хвостик колечком похожая на лайку вот такая фирменная вещь но вида знаете качество но прям чувствуется вот такой вот наборчик просто милота я считаю очень классная вещь вот это мое приобретение кстати вот я сделала на этом на этой барахолке несколько роликов думаю как вы понимаете барахолка открыты всего раз в месяц поэтому конечно же я стараюсь сделать несколько интересных роликов для вас барахолки когда на нее попадают и вот в тот раз сразу чтобы о ценах до в тот раз когда я как раз купила вот этот вот еще стул стулья со столом из чугуна с мозаика я сейчас вам их еще покажу выйду на терра на террасу покажу вам сниму для вас этот стол еще раз поближе потому что он в прошлом ролике так промелькнул у меня что немногие даже поняли что я показала вообще вот за свои покупки заплатила в тот раз 105 евро это вместе со всеми вещами две корзинки вещей у меня было еще три книжки я купила и вот этот вот стол со стульями стол со стульями мне стоили 25 евро вот и остальные покупки 80 80 евро заплатила то есть я не могу вам сказать сколько именно я заплатила вот за этот набор то есть вот эти 80 евро они распределяются на все покупки я буду вам еще показывать все эти вещи которые я приобрела тот раз на барахолке ну все это что-то заболталось сейчас покажу вам стол и стулья вот он этот набор из стола и двух стульев с керамической мозаикой такой вот он веселенький хорошенький на стульях вот такие вот медальоны тоже керамические из плитки из мозаики так на этом стуле тоже такие симпатичные они и они складные то есть здесь вот сбоку вот его можно сложить перенести спокойно на другое место они конечно не в идеальном состоянии вот видите много ржавчины но я купила уже специальный спрей чтобы защитить металл от ржавчины такой специальный обволакивающий вот эти подушки кстати они были уже просто при покупке и пока их еще не снимала конечно же их выброшу но пока они вот пока сейчас сейчас зима они у меня пока полежат здесь сверху будут немножечко защищать стулья от дальнейшего от дальнейшего распада в результате коррозии металла вот а в остальном они находятся в отличном состоянии только сиденья вот чуть-чуть так это прихватило но я уж как говорю я купила специальный спрей который защищает уже уже проржавевшие части поэтому я думаю что все будет в порядке так что вот такой вот сет я приобрела и стоил он 25 евро раз уже у нас речь зашла о металле я хочу показать еще кое-какие свои приобретения эти две сковородочки я уже купила очень давно они у меня стоят уже очень давно пару лет назад я их купила тоже медные с латунными ручками и вот я не знаю или это кукольные вещи или это все такие вещи которые можно использовать в быту кухонная утварь но я даже не знаю для чего можно использовать такие маленькие сковородочки но может быть вот так вот смотрите пол моей ладошки может для какого-то кусочка сыра чтобы его разогревать в такой маленькой сковородочки для одного человека и для соуса я не знаю но я почему-то думала что они кукольные когда их покупала вот может быть у кого-то есть такие и вы знаете для чего они кукольные они или они все-таки для взрослых напишите пожалуйста в комментариях и сейчас тоже еще покажу пару металлических вещей вот такой вот маленький подсвечник был куплен мой на барахолке латунный такой вот он интересной формы посмотрите до 2 полушария поменьше и побольше и острая иголочка для свечки такой латунный и вот это тоже я так предполагаю что это тоже подсвечник тоже такой тяжелый латунный но я думаю что это вещи примерно 70-х годов я не знаю насчет возраста мне трудно сказать вот этот подсвечник или это вазочка но я покажу вам сейчас как я его использую где он у меня стоит такой вот красивая латунь я не стала не убирать никакие пятна это добавляет мне кажется шарма такого винтажного легкая патина такие небольшие вкрапления очень симпатичная вещь и раз уж мы продолжаем тему металла еще одна вещь с барахолки вот такой кувшин кувшин ваза посмотрите какая красота тоже из меди какая стильная вещь деревянная ручка это предполагаю что это тиковое дерево по ощущению вот эти латунные детали тоже на ручке сверху и снизу а вот это медь какого клейма нету вот такая ваза интересная такая форма ну тоже мне кажется такая в стиле 70-х может быть конец 60-х наверно 70-е годы все-таки кстати только сейчас не заметила в камеру что здесь какая-то бумажка бумажка не знаю сейчас я достану ее и мы с вами посмотрим что же такое может быть здесь спрятан клад может в этой бумажке завернуто золотое кольцо так у меня пальцев не хватает надо что-то взять вы чтобы подцепить эту бумажку сейчас я вытащу и посмотрим что же там такое ну вот подцепила я ручкой эту бумажку и сейчас мы вместе с вами ее вытащим к сожалению это всего лишь грязная бумажка чудо не произошло всего лишь бумажка я так думаю что это кусочек газеты просто подкладывали в эту вазу для того чтобы поставить наверное какие-то цветы может быть сухие сухие какие-то колоски и подкладывали эту бумажку просто на дно чтобы уменьшить длину этой вазы давайте посмотрим за какое год число это флоп посмотрите-ка как интересно написано здесь вторник 18 октября 1977 года ох а вот это реликвия мне было четыре годика какой город неизвестно что-то про террористов борьба против терроризма написано и здесь тоже написано лунебургер герихт лунебург это наш такой город есть лунебург и самолет ну ладно пойду я мыть руки и будем продолжать показ в этой латунной вазочке у меня лежит красивое душистое мыло и стоит она в ванной комнате и отлично сочетается с латунными вешалками которые тоже здесь у меня в ванной комнате и конечно же они тоже были куплены на блошинном рынке а как же иначе я думаю вы также помните эту кобальтовую вазу которую я нашла на барахолке но очень красивая довольно таки большая тоже такой глубокий синий цвет который как бы поднимается кверху вот донышко самое темное потом она как бы светлеет кверху такая вот красавица из стекла . и следующая находка вот эта пивная кружка с оловянной крышкой и чем она мне понравилась тем что здесь вот здесь написано тюринер трахтан тюрингская я в ролике я почему-то забыла как переводится слово трахты вот я так засомневалась может быть вы видели мои сомнения и в переводе этого слова я не знаю вышел этот ролик уже или нет на момент выхода этого видео может быть этот ролик еще выйдет только после этого видео в любом случае вы увидите еще эту кружку когда я нашла ее на барахолке и тюринские одеяния тюринский костюм переводится эта фраза так и здесь написано шварцбург но это наверно город имеется ввиду шварцбург что вот так одеваются там люди наверное не сейчас когда-то и здесь написано еще рейсик замылен собирательница хвороста изображена здесь связанка хвороста за спиной и чем еще мне понравилась эта кружка то что она не керамическая фарфоровая сделана на на фабрике лифта гдр вот и написано файн чайна что значит высококачественный фарфор вот когда вы видите вот это сочетание файн чайна это не значит то что эта кружка изготовлена в китае а это значит высококачественный фарфор фабрика лифта видите вот этот клеймо в середине знак этой фирмы буква л лихта и написано сделано в гдр ты отметка или декоратора или это номер формы изделия и вот такая вот крышечка сверху из олова открываем и видим что здесь вот есть такая отметка эхт цин что значит настоящее олова такая вот крышечка нужно так открывать пальцем вот я еще не знаю используя для украшения кафе или она поступит в мой магазин как сувенир из тюреньги я еще посмотрю меня неоднократно просили показать вот эту картину которая уголок которая мелькает в моих роликах здесь стоит у меня всегда на столе вместе с лампой вот эта картинка тоже купленному на одном из блошиных рынков уже очень давно вот ее можно подвесить но у меня она стоит на столе ну это такой симпатичный кич вот но мне понравилась она и я ее купила и она очень украшает эту комнату я считаю вот такая вот какой материал я не знаю это по моему эпоксидная смола по моему так это называется она раскрашена естественно это вручную вот такая вот объемная 3d картина вот надеюсь я удовлетворила ваше любопытство хорошенькая мне нравится вот поставим ее на место эту шкатулочку я купила несколько месяцев назад на блошинном рынке конечно кто-то может сказать что это сахарница или у нее есть какое-то другое предназначение но женщина которая продавала мне ее это было из ее личной коллекции это был не не профессиональный продавец она сказала что эта шкатулка всегда была в их семье как шкатулка это ручная роспись журавли она мне очень понравилась несмотря вот на небольшой недостаток вот видно какая-то краска во время декорации этой шкатулки здесь как-то они смазали видно на фабрике еще там где расписывали потому что эта женщина сказала что вот это пятнышко она была всегда насколько она помнит вот опять же фабрика лихта старое такое старое клеймо где-то 50-е годы но крышка конечно просто великолепно сниму потому что такой звук получается какой-то как скрежет посмотрите какие чудесные журавлики такие милые наверное в брачном танце запечатлены они художником на этой крышке такая красота состояние идеальная но вот за исключением вот этого пятнышка но мне кажется но не портит общую картину и фарфор такой глазурь она цвета слоновой кости но не белая вот очень удобно снимать эту крышечку внутри кстати тоже вот она покрашена тут глазурью видим что срезом такой беловатый сероватый а глазурь такого цвета топленого молока золото золото такого знаете благородного оттенка такого приглушенного немножко матового даже я бы сказала хотя вот он сейчас на свету блестит но в жизни он такое слегка матовая очень красивая красивая вещь вот поставлю кстати как раз сейчас можно будет использовать вот эту подставку посмотреть посмотреть как раз нужно мне ее использовать или нет что-то куда-то уже поехала не туда она стать в середину надо так сейчас на видеофокус так вот и попробуем так показывать не знаю мне кажется что все таки руками как-то во первых и мне удобнее руками показывать мне кажется вам тоже будет лучше видно руками хотя у меня была такая вот идея показывать на этой крутилке но что-то мне кажется как-то она себя в действии не оправдывает и многие мне писали что рисунок салфетки будет отвлекать внимание не знаю напишите напишите в комментариях возможно вы помните в одном из самых 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 своих первых роликов я показывала вот эту салфетницу у меня вообще их было две в самом начале одно я подарила уже своей сестре вот одна осталась у меня такая вот она как как с кружевом да похоже как будто здесь настоящая кружева приклеена но это рисунок и вот на последней барахолке я нашла еще вот такую тарелочку тоже с таким рисунком из кружев но правда на белом фоне сейчас это не очень хорошо видно и вот сейчас только я вижу еще одно различие еще одно отличие что здесь нет золотой каем очки как на салфетнице но а рисунок такой же как будто бы тонкая изящная кружева приклеена к прозрачному стеклу легенькая тоненькая тарелочка блюдо небольшое для сладости я так думаю хотя какие-нибудь закусочки маленькие бутербродики канапе что-нибудь такое там кусочек сыра с помидоркой наколотые на шпажку мне кажется будут замечательно смотреться на этой тарелочке вот такую коробочку нашла я на последней барахолке именно на барахолке в коробках такой футляр довольно таки плотный тяжелый но я его не смогла открыть на барахолке я пыталась 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 и ничего у меня не получилось поэтому но я подумала что наверняка там что-то интересное внутри потому что ну не похоже что она пустая поэтому на свой страх и риск я купила эту коробочку даже не открывая и уже дома стала пытаться ее открыть и тут увидела что по бокам тут есть вот такие вот гвоздики только вот с двух сторон с этой стороны с этой стороны есть вот такие вот гвоздики и и когда я потянула стала на них воздействовать тянуть из стороны в сторону вот оказалось что можно вот так вот этот рычажок железный оттянуть и с этой стороны тоже оттянуть рычажок и ларчик откроется и что же здесь оказалось здесь оказался вот такой вот старый набор циркуль и щук здесь лежала такая вот линеечка или кусочек линеечки ли это целая нет это целая линеечка кстати она подписана виктор г мендоза компании хабана вот видите здесь подписана надо же такая линеечка металлическая бархатная внутренность и здесь вот совершенно новенький циркуль прямо полный комплект я даже не знаю если честно для чего вот эти всякие принадлежности и вполне вероятно что даже ручка вот это вот бакелитовая что-то мне так кажется вот видеть всякие запчасти такой вот старый можно даже сказать старинный циркуль я не знаю каких годов может 50-х может даже раньше может 60-х но по крайней мере явно эта вещь не современная в идеальном состоянии вообще классно еще какой-то футлярчик даже не открывал он там наверно будут запасные грифеля смотрите-ка ну правда здесь там есть видите внутри но видно они прикипели с возрастом надо их расшевелить чтобы они оттуда выпали вот такая вещь еще что-то тут такое тоже такая вещица конечно же я уже посмотрела на интернете в интернете кстати эти латунные части замочек как раз посмотрела в интернете но такие вещи продают я не сказал что прям очень дорого не то что это какой-то клад но и не дешево в общем-то начиная где-то 20 25 евро и выше кто что гораст есть цены и по 30 и по 40 по 80 наверное зависит еще и от фирмы я не знаю вот здесь написано alderwerk pre precision короче точность alderwerk на этот название фирмы высокая точность вот такой футлярчик и возможно вы помните вот эту вазочку тоже нашла и на барахолке решила взять потому что очень мне понравился и веселенький цвет но в жизни он чуть чуть не такой менее яркий не такой яркий здесь на камере я смотрю правда получается как будто как неоновые на самом деле он слегка приглушенный не такой яркий в жизни и букетик анимонов мне тоже очень понравился такая красота хорошенькая вазочка такая весенне и летние покажу рисунок еще поближе рисунок прям такой умеющий не встречался на вазочках поэтому решил ее приобрести и вот сделано у нас гдр здесь есть чуть-чуть видите следы вот эти так они у меня не отмылись я пыталась их отмыть вот эта желтизна ну так вот она у меня не отмылась водой накапала видите после мытья я думала она уже высохла вот нет вот такая вазочка и на последней барахолке которая посетила я нашла несколько очень симпатичных молочников и забрала их почти все но все те которые были в идеальном состоянии в том числе и вот этот вот крошечный сливочник хрустальный смотрите как он отражается в столе сверкает вот такой вот прям вот для одного-двух человек классный такой хорошенький потом отставлю его сюда не сильно далеко вот такой вот хорошенький молочник я так думаю что это цветы яблоней изображены но этот деколь конечно же золотой ободочек тоже такой крошка хорошенький такой легенький вот это производство гдр немецкая демократическая республика потом забрала я вот такой вот беленький молочник тоже очень красивый смотрите как полосочки у него идут такие ребристые ребристый такой рисунок он даже ощущается пальцами и вот здесь под носиком тоже вот эти вот полосочки есть перышки тоже он по моему это же фирма нет другая тоже гдр просто белый с волнистым краем золотой каемочкой следующий молочник вот такой с цветами такой типично 70-х годов рисунок очень приятный веселенький форма тоже такая интересная да тоже в замечательном состоянии тоже фирма вот эта хеннеберг пиорка как с первого первого молочника целую кучку молочников я забрала в этот раз вот еще один тоже приятный такой ненавязчивый рисунок приглушенных таких тонов серый зеленый травянистый голубой похоже на васильки таки на таком переплетение веточек тоже такой нежный тоже золотая каемочка сверху стояние идеальное и это у нас чехословацкие тоже винтажный молочник сливочник чехословакия смотрите какие они хорошенькие все я знаю что на канале много любительниц фарфоровых и не только фарфоровых молочников вот этот тоже красавец был приобретен мой на барахолке но этот уже думаю постарше чуть-чуть вот этих вот всех это видно и по его форме по его статности этот молочник если вот эти маленькие наверное сливочники тут это у нас точно молочник тоже белый такой классический благородный и здесь нет клейма как бы фирмы но здесь есть номер модели вот он в тесте фарфора у нас отпечатан выдавлен и еще наверное отметка декоратора тоже 59 цифра может быть это год изготовления не знаю но наверное скорее всего это просто номер модели а возраст тоже не знаю наверное вот сразу после его послевоенные вот такой вот он такого возраста может быть конец цирковых начало пятидесятых мне так кажется но это только мои догадки вот точностью я сказать не могу ну вот в нем такая вот какая-то старина чувствуется благородность аристократичность вот эти все молочники я нашла на последней барахолке а сейчас покажу еще два может быть я их уже показывала не помню но я уже давно нашла тоже на барахолке у меня уже давно стоят вот этот белоснежный фарфор веточка с незабудками просто прелесть такая нежность такой молочник кала просто очень красивый яркий такой букетик незабудок с двух сторон посмотрите целая целая куча и вот этот вот последний молочник тоже очень красивый такой прям красочный до розочками розочки открытые розочки бутончики и вот такая красивая бордовая бордово-розовая темно-розовая полоса и золотые корзины вроде как похожи на как на корзины в общем золотой орнамент ручка тоже очень красивая фирма оскар шляйк мильщ посуда я не скажу что прям очень часто встречается даже я знаю что есть коллекционеры именно вот этой фирмы такой вот молочник посмотрите сколько их меня в последнее время все чаще спрашивают оля но почему ты не хочешь продавать свои находки в интернете ведь ты же все равно собираешься открывать магазин по месту жительства поэтому могла бы и нам продавать свои находки с пересылкой ну что я могу на это ответить в принципе в принципе можно было бы попробовать это делать но только я не знаю будет ли это интересно в той форме в которой хотела бы это делать я ну все кто смотрит мой канал постоянно уже сами наверное понимают что такой канал как мой он требует постоянных вливаний новых вещей постоянных новинок и естественно покупки этих вещей и естественно что я не могу оставлять все вещи себе поэтому меня уже возникла мысли открыть магазинчик и ну что-то у меня уже кстати было продано на ebay я уже рассказывала об этом в прошлом году что иногда я продаю что-то и и моя дочь некоторое время занималась очень активно этим но сейчас у нее прошел пыл скажем так да и некогда ей потому что сейчас она учится в выпускном классе и в общем то все силы все силы сейчас направлены на школу на учебу поэтому естественно у меня создается некий избыток вещей которые я бы хотел объединять в лоты чтобы максимально использовать стоимость пересылки из германии то есть это стрек кодом для отслеживания посылки 20 евро для посылки весом до двух килограммов и эти лоты я бы хотела предлагать на инстаграм в каждом лотте это будут несколько вещей которые объединены объединены какой-то одной темой или по цвету или по назначению вполне возможно что вы не все эти вещи из этого лота захотите оставить себе но что-то вы сможете подарить что-то продать даже почему бы нет и этим например свою очередь вернуть какие-то расходы на пересылку например поэтому приглашаю всех заинтересовавшихся в инстаграм именно там вам будет вся информация и вы сможете задать все ваши вопросы в директ напоминаю что дело это добровольное и непринудительное всем своим зрителям обещаю продолжать снимать интересные ролики с барахолок а также показа своих покупок надеюсь что предстоящие весенние летний сезон блошиных рынков принесет нам много удивительных красивых и просто интересных находок а я буду продолжать радовать вас и развлекать вас на ю тубе желаю всем хорошего настроения счастья и здоровья а ваш лайк под этим видео порадует меня до новых встреч дорогие мои зрители и пока пока